Перехожу к презентации. У меня презентация, она построена такая в формате энергии, спорта. Поехали. Рынок ипотеки 2022 год. Почему рынок ипотеки? Потому что я в банке работаю и потому что ипотека, вы отлично понимаете, является одним из ключевых инструментов для улучшения жилищных условий. Что по рынку ипотеки? Год начали бодро, все хорошо было в первом квартале, потом все понятные события, рынок провалился. Почему провалился? Потому что выросла ключевая ставка очень серьезно, на рынке действовали очень высокие ставки по влечению, двухзначные ставки. Рынок вторичного жилья встал в принципе на паузу, был заблокирован, потому что опять же двухзначные ставки, рынок стройки сжил, его доля вот здесь вот на графике росла, снизу вверх нужно считать график. И в целом ситуация стала более-менее стабилизироваться в связи с тем, что скоординированные действия финансовых властей Центрального банка привели к тому, что ключевая ставка стала резко сокращаться от того высокого уровня, в котором находилась весной. В целом сейчас рынок более-менее стабилизировался, если говорить про доли строящего жилья, вторичного жилья. И обратите внимание на тенденцию, вот здесь вот такой коричневый наверное цвет, 16% сверху, это дома. Это вот новая тенденция, на которую всем необходимо обратить внимание. Рынок ИЖС, рынок домостроения действительно очень серьезно набирает обороты. И это ваше поле работы, и вы здесь можете действительно зарабатывать деньги, и если вы не уделяете этому внимания, то очевидно вы не двигаетесь вместе с рынком или двигаетесь в другом направлении. Поэтому на это необходимо обратить внимание. С точки зрения ситуации третьего квартала. Третий квартал, он равен третьему кварталу прошлого года. Но в сентябре ситуация кардинальным образом поменялась. Что мы ожидаем по году? Мы ожидаем, вот здесь вот прогноз такой, да, почему я даю прогноз, потому что он такой, ну в принципе, осталось-то нам до нового года всего лишь сколько там? Сколько осталось? Два с половиной месяца, вот мне подсказывает. Соответственно, здесь цифра 4,4 триллиона. Ориентировочно это на четверть меньше, чем в прошлом году. Вот приблизительно такой рынок ипотеки. Он, конечно, в силу понятных факторов подснизился. И, конечно же, мы считаем, ну вот я работая в банке, я считаю, что это вполне себе неплохие цифры. Переходя на работу банков или в банковской системе, очень много там задается вопросов, зачастую там критических вопросов задается, как работают банки. Здесь уровень одобрения правый квадрант. Вы видите, что уровень одобрения, в принципе, находится на уровне начала года. То есть ситуация никаким образом сейчас не, ее нельзя назвать какой-то негативной в части того, что банки отказывают. В целом уровень одобрения находится на вполне себе приемлемом уровне. Уровень средневежных ставок. Ставки, если посмотреть там ретроспективу на несколько лет назад, тоже вполне себе хорошие. О чем идет речь? На вторичном рынке действует десятая ставка, так ориентировочно. На первичном рынке действуют программы субсидирования. Там работают хорошо застройщики с банками, которые давят ставку и приближают ее к нулю по специальным программам. И плюс, конечно же, действуют программы господдержки. Программы господдержки в объемных показателях это приблизительно до 50% всех продаж банков. Это очень существенно. И это как раз роль государства в сложной ситуации, когда государство фактически за счет собственного бюджета компенсирует или поддерживает рынок стройки. Или поддерживает нас с вами, уважаемые господа. Так, рынок ипотеки. Какой он сейчас? В этом году знаменательное событие. Впервые рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования. Такое произошло первый раз. Ипотека – это здоровый вид кредитования. Сейчас опять же мы говорим про наше с вами взаимодействие, про наших клиентов. О чем идет речь? Уровень просрочки. Коллеги, вот многие журналисты задают вопросы. Какой-то пузырь, какие-то там неплатежи. Не так. Уровень просрочки не превышает 1% и находится на вполне хорошем уровне для текущего рынка, для нас с вами, для наших клиентов. Поэтому ситуация с точки зрения качества выдачи ипотечных кредитов хорошая. В мире, у нас есть потенциал, вот здесь указан мир, в мире выдается от всего рынка кредитования порядка 60-80%. У нас 50%. И жилье – фундаментальная ценность. Почему мы не упали сильней? Вы знаете, что сейчас есть другие рынки. Кинотеатры. Есть еще ряд направлений, в которых реально можно слезы лить. Рынок недвижимости чувствует себя вполне хорошо. Почему? Потому что жилье – это фундаментальная ценность. Люди женятся, люди разводятся, у людей появляются дети. И, конечно же, понимаем, что мы работаем, а, на растущем рынке, б, этот рынок будет независимо ни от чего существовать и развиваться. Поэтому правильно, работайте, занимайтесь, товарищи. Что помогало рынку? Конечно же, программы господдержки. Вы все отлично о них знаете, вы работаете, поэтому здесь не буду занимать ваше время. Переходим. Ключевая ставка. Тоже всем понятно, что она была очень высокая. Сейчас ключевая ставка находится на более или менее приемлемом уровне. Кредитные каникулы. Здесь очень важно понимать, когда вы общаетесь с клиентами, с вашими партнерами, конечно же, нужно говорить о том, что банки в совершенстве овладели техникой поддержки клиентов в сложной ситуации. Во-первых, действуют государственные каникулы в рамках действующего законодательства. Во-вторых, у банков существуют отличные программы, которые помогают клиенту в сложной для него ситуации. Поэтому проблем никакой нет, мы всегда клиента поддержим, поможем. И четвертая цифровизация. Мы такой драйвер на рынке цифровизации. Мы первыми в стране запустили в свое время онлайн-сделку. Сейчас там четверть продаж всей стройки осуществляется по безвизитной технологии, когда клиент может приобрести недвижимость, находясь за границей, находясь там у себя дома. Сейчас очень важно, да, мы со своей стороны объявляем, вот сегодня официально объявляю, что мы запускаем цифровые сделки, онлайн-сделки не только в рамках стройчивого жилья, но и в рамках готового жилья. Это большой шаг, который мы будем сейчас осуществлять. Мы пойдем по всем наших партнерам, мы будем работать с агентством недвижимости и, конечно же, будем делать комфортное взаимодействие как для клиента, так и для вас, уважаемые коллеги и господа. Плохо, когда деньги выливаются, да, там, и даются тем, кому не нужно, от государства я имею в виду. И, конечно же, важно, чтобы поддержка была целевой. Мы видим, как банк, который принял два года назад стратегию, в рамках которой мы поддерживаем тех людей, кто действительно в этом нуждается, со своей стороны разными программами, об этом немножко позже. Но в рамках взаимодействия государства и в рамках поддержки жилищного сектора мы видим, что есть отличная программа семейная ипотека. Вот недавно премьер, буквально два дня назад заявил о том, что, слава богу, семейную ипотеку продлевают на следующие полгода в 2023 году. Вообще, хорошо бы, чтобы эта программа действовала всегда, потому что семья – это самое главное, что есть в этой жизни. Вы же это отлично понимаете, да и государство должно заботиться о себе. Второе предложение. Вы знаете, что льготной ипотекой можно воспользоваться, когда ребенок родился после 1 января 2018 года. Вот нужно убрать эту границу, в принципе, и все. Понимаете, да, идет о чем речь? Чтобы не было никакой дискриминации, убрать эту границу, воронка, значительно расширится, и это будет существенной поддержкой для всего рынка. Третье. Используем дифференцированные ставки. О чем идет речь? Речь идет о том, что мы действительно заинтересованы в том, чтобы в семье было больше детей. Так вот, нужно создать для них условия, чтобы они жили хорошо. И как раз тем семьям, у которых есть большое количество детей в рамках семейной ипотеки, нужно дать просто ставку пониже на площадь большую. 55 метров ставка на проценты или на два должна отличаться от ставки, которая предоставляется на квартиры меньшей площадью для меньших семей. И это как поддержит сами семьи, так и поможет застройщикам в рамках планирования своих объектов закладывать правильную квартирографию и улучшит качество жизни россиян. Мы, со своей стороны, я говорю о том, что мы что-то тоже делаем, вы знаете, мы поддерживаем многодетные семьи. И сейчас в банке ВТБ действует программа, которая позволяет получить ипотеку многодетной семье по 3%. Это чисто наши расходы. Понятно, там вообще только минусы, но тем не менее, имейте в виду, что если вы работаете с семьей, у кого есть 3 ребенка, очень низкая ставка 3%. Завершаю. Вы нас просили ответить на вопросы, чтобы клиенты ответили на вопросы. Очень важный вопрос, какой целью планируете покупку квартиры. Топ ответов – это проживание. Это очень важное заключение, что клиенты покупают квартиру для того, чтобы просто жить. И это поддерживает рынок. Второй ответ – это инвестиции и сдача в аренду. 8,3% – это уже бизнес. Дальше, соответственно, почему откладываете покупку? В текущей ситуации самый популярный, третий респондентов ответил, третий наших клиентов, что ситуация пока, в рамках которой, я не могу принять решение, уж извините, господа, и нет подходящего объекта недвижимости. Это ваши деньги, ваш объем бизнеса. И вы как раз, особенно сейчас, я с Михаилом абсолютно согласен, можете действительно клиенту помочь, либо продать, либо купить правильный объект недвижимости. Что могло бы стать стимулом? Низкая ставка, все говорят, да. И вот третий пункт, опять же, про квартиры, про вашу помощь. Вы действительно можете клиенту помочь осуществить сделку. Все, теперь точно завершаю. Коллеги, завершая, что вчера я выступал, спрашивали, что вы делаете в текущей ситуации? Я со своей стороны, ну, сказал, что я пошел со своей командой и позавтракал, поговорил о жизни, да, поддержал. Спорт, очень важная составляющая. Здесь ваш покорный слуга, вместе мы с моей командой, там, с небольшой ее частью, принимали участие в триатлоне. Всех призываю отдавать энергию, помогать своему близкому окружению, и кто захочет участвовать в спортивных мероприятиях, в триатлоне, присоединяйтесь. Ваш покорный слуга закончен. Спасибо вам, всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова